Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас самый обычный завтрак. Сырники, яичница, глазок. Немного пожарила сосисок, хлеб черный, йогурт. Кстати, забыла совсем взять ложку для йогурта. Ну да ладно, неохота уже идти. Сосисочки мои любимые. Почему мало ведем, мои хорошие? Во-первых, я вас предупреждала, что в ближайшие два дня у меня будет немножко завал. Еще у меня возникла такая проблема, связанная с интернетом, а возможно и с ютубом. Дело в том, что видео очень долго загружаются, ну прям очень. Я делаю спид-тест. Смотрю на скорость своего интернета и вижу, что скорость обалдена. Но почему именно в ютуб видео загружаются у меня 6 часов? Возможно, это какая-то проблема конкретно ютуба. Так что, если меня смотрят блогеры, отпишитесь, пожалуйста, в ближайшие два дня загружали ли вы контент на ютуб и как он у вас загружался. Конечно, можно поставить видео на загрузку и пойти делать свои дела. Но все равно лучше, конечно, чтобы это происходило сразу. Я интернет поменяла из-за этих соображений. Очень неудобно. У меня есть уже 4 видео, которые я хочу загрузить. Из-за того, что очень низкая скорость. Я как без рук. Дей богу. Как я сделала круглую яичницу, знаете? Сделала круглую форму, залила туда. И получилась вот такая красота. Сырники приготовила мама. Рецепт я вам оставлю. А что, если сырники макать в йогурт? Попробуем. Попробуем сделать вот так. Такой густой йогурт, правда? Идеально. И давайте отвечу на вопросы интересные. Самые залайканные, так скажем. Прочитаю вкратце. Как твои знакомые относятся к тому, что ты рассказываешь их истории? Букбанки. Было ли такое, что на тебя обижались родственники из-за таких моментов? Начнем, пожалуй, с того, что я никогда не называю имена, фамилии. Когда рассказываю история. И мне кажется, это ключевой момент. Например, если я говорю, моя родственница, например, имя, фамилия, год рождения. И рассказываю ее личную историю. То да. А если просто, в общем, я говорю про ситуацию. Никогда не было такой ситуации, что кто-то на меня обижался из-за того, что я там на видео что-то сказала. Были моменты, что родственники обижаются из-за того, что, например, они поставили лайк на мое видео и написали комментарий. Я этот комментарий не увидела, не пролайкала. Даже моменты, знаете, такие. Что, например, ты моя родственница, пропиарь меня. Такого тоже, если честно, не было. Наоборот, знаете, дальние какие-то. Левые какие-то знакомые. Они писали. Вообще, слишком частая реклама раздражает зрителя. Когда ты слишком часто видишь всякие интеграции. Постоянно тебе что-то втюхивают. Это что касается, например, бьюти-блогеров. Я всегда смотрю каких-то начинающих бьюти-блогеров. Потому что другим, вот этим топовым, им уже все проплатили. Уже я не верю в честный их отзыв. Поэтому смотрю начинающих. То же самое и здесь. Один раз была ситуация. Шелли мне сказала, что у нее есть какая-то родственница. Через-через. Она создала YouTube-канал. И говорит. Не могла бы ли ты в видео рассказать про нее. И оставить ссылку. Во-первых, канал был детский. Там ребенок лепил какие-то слаймы. Это вообще не мой формат. Это как-то несерьезно. Мне это не жалко. Но у меня лично чрезмерная вот эта вот реклама прямая она немного раздражает. Если она в каждом прям видео. Я стараюсь так не делать. А так, чтобы кто-то на меня из-за чего-то обиделся. Почему-то рассказала мою ситуацию. Однажды была такая ситуация. Я познакомилась с девочкой в поезде. Мы обменялись номерами. Я ей сказала, что я блогер. Хотя у меня там было очень мало подписчиков. И вот с тех пор она не писала, не звонила. И вдруг как-то чисто случайно наткнулась на меня в YouTube. И она меня однажды попросила говорит, у нас нардов нету здесь. Ты можешь купить и отправить мне нарды. Я как бы про эту ситуацию рассказала в видео. Многие как бы начали писать. Ой, какая наглость и так далее. И она мне такая зачем ты это рассказала в видео. Во-первых, я не сказала ни имени, ни отчества. Ни фамилии. Во-вторых, эта ситуация касается напрямую меня. Так что особо таких случаев не было. То же самое и со мной. То есть, если мою какую-то историю кто-то расскажет в видео, не называя имени, пожалуйста. Я наоборот почитаю комментарии, что люди думают на этот счет. Реально иметь аудиторию это офигенно. Вот в любой ситуации у тебя всегда есть с кем посоветоваться. у кого спросить. И не важно, о какой именно ситуации идет речь. Например, я хотела поклеить жидкие обои. Думала, просто посоветовалась с вами. Мне сразу в инстаграм несколько прям девочек написали, отправили фотографии, в каком состоянии у них сейчас жидкие обои на квартире. Я поняла, что нет. Этот вариант покрытия стен меня не устраивает. Это все доброта людей. Некоторые такие грамотные комментарии огромные пишут про свой ремонт. Вилка неудобна. Поэтому я считаю, что лучшее, что я сделала в своей жизни, это открыла YouTube канал. если у вас тоже есть желание, то открывайте. Занимайтесь тем, что вам приносит удовольствие. Горячий чай. Ни в коем случае не заставляйте себя работать там, где вам не нравится. Я еще заметила такую закономерность, когда ты открываешь YouTube канал, либо сразу у тебя прет, прям сразу идет вперед, все офигенно, просмотры и все дела, либо долгие годы просто стоячее такое положение застой. Так что попробовать всегда стоит. А вдруг как пойдет вперед. Я просто не жалею ни на минуту. хотя если вы посмотрите мои старые видео, господи, как я там выгляжу, что я там несу. Снимала на телефон. Причем телефон тоже не iPhone или Samsung какой-то навороченный. Самый бюджетный телефон загружала прям сразу с телефона на этот, на YouTube. Я тогда просто мечтала от 10 тысяч подписчиков. Вот сказать честно, вот абсолютно искренне вам говорю, конечно, надо верить в себя. Это неправильная тактика абсолютно, я согласна с вами, но я реально не верю, что когда-то у меня на канале будет миллион подписчиков. Вот абсолютно искренне вам это говорю. Потому что нету ни одного мукбанкера на русскоязычном YouTube, у которого есть миллион подписчиков. кто кто там у нас линка? У инки, по-моему, тоже меньше, чем у меня. В общем, я думаю, что эта сфера не такая перспективная, то есть людей, которым нравится мукбанки не так много. Поэтому я не верю, что когда-то там у меня будет миллион и все дела. конечно мечтать надо стараться, но все равно. Такие желтенькие сырненькие. Это деревенский творог, который мама привезла из деревни. Когда поеду в августе в деревню, обязательно насниму вам кучу просто контента. Я хочу снять видео, как накопить на квартиру. То есть такое мотивашка. Чисто мотивационное видео, разговорное. Просто сижу говорю, на чем можно сэкономить, как себя замотивировать, что делать. Хочу снять это видео и просто отложить в долгий ящик. Когда у меня не будет контента, я просто смогу его выложить. Я поела, наелась, было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую.